Добрый день! Рада вас приветствовать! На прошлом уроке мы с вами рассмотрели материал по классификации химических реакций, рассмотрели обратимые и необратимые реакции, определили факторы, влияющие на смещение химического равновесия. Сегодня на уроке мы более детально на примерах рассмотрим понятие химической равновесия и условия его смещения, а также вспомним принцип Лешетелье. Под химическим равновесием можно понимать состояние химической системы, при котором исходное количество веществ в реакции не изменяется в течение времени. Химическое равновесие можно разделить на три вида. Истинное равновесие – это равновесие, для которого характерно постоянство во времени, при условии отсутствия внешнего воздействия. Если внешние условия изменяются, состояние системы тоже изменяется, однако после восстановления условий состояние также становится прежним. Состояние истинного равновесия может рассматриваться с двух сторон – со стороны продуктов реакции и со стороны исходных веществ. Метастабильное или кажущееся равновесие – это состояние возникает, когда не выполняется какое-либо из условий. Истинного равновесия. И заторможенное или ложное равновесие – это такое состояние системы, которое необходимо менять при изменении внешних условий. Мы должны помнить, что одни и те же химические реакции могут быть и обратимыми, и необратимыми. Давайте рассмотрим реакцию разложения карбоната кальция. Если эту реакцию мы будем проводить в открытой системе, то реакция будет необратимой, так как углекислый газ выходит из зоны реакции. В замкнутой системе эта реакция является обратимой, так как углекислый газ не уходит из зоны реакции. Таким образом, необратимыми называются химические реакции, протекающие только в одном направлении, то есть они обязательно заканчиваются образованием какого-то продукта реакции. Обратимыми называется реакция, протекающая при одних и тех же условиях и в прямом, и в обратном направлении. Исходя из определения обратимой реакции, можем представить себе, что начиная с какого-то момента параллельно проходят обе реакции, как прямая, так и обратная, как мы видим на рисунке. На начальном этапе скорость прямой реакции значительно больше скорости обратной, только потому, что концентрация исходных веществ неизмеримо больше концентрации продуктов реакции. И в некоторый момент времени скорости прямой и обратной реакции уравниваются, и система приходит в состояние химического равновесия, как мы видим на рисунке. Таким образом, химическое равновесие – это состояние системы, в котором скорость прямой реакции равна скорости обратной. О том, что система достигла состояния химического равновесия, можно судить не только по концентрации всех веществ, участвующих в процессе на протяжении достаточно долгого времени, будут постоянны, неравны между собой, но постоянны во времени, как это видно на рисунке. Такие концентрации называются равновесными. Итак, основной целью проведения химической реакции является получение какого-то определенного продукта. Для получения большего количества продуктов реакции нужно целенаправленно повлиять на систему, то есть сместить равновесие в сторону образования продуктов реакции. Мы можем заметить важную закономерность. При попытке воздействовать на равновесную систему, она начинает сопротивляться такому воздействию. Такая способность равновесных систем сопротивляться внешним воздействиям носит название принципа лишителье. Давайте еще раз его вспомним. Если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, оказывать внешнее воздействие, изменив температуру, давление или концентрацию веществ, то положение равновесия сместится таким образом, чтобы ослабить это внешнее воздействие. Разберем влияние каждого фактора отдельно. Итак, химическое равновесие и температура. Если в задании увеличивают или уменьшают температуру, то первое, что вы должны оценить, это экзотермическая реакция или эндотермическая. Второе. Следуйте правилу. При увеличении температуры равновесие смещается в сторону эндотермической реакции. При уменьшении в сторону экзотермической реакции. И третье. У любой обратимой реакции есть экзо- и эндотермические части. Как определить экзо- и эндотермические части? Давайте рассмотрим вот такое уравнение. 2N2 газ образуется N2O4 газ плюс Q. Так как прямая реакция идет с выделением тепла, то это будет у нас экзотермическая реакция или экзо-часть. Так как обратная реакция идет с поглощением тепла, выделена синеньким у меня на слайде, то это будет эндотермическая реакция или эндо-часть. таким образом что мы должны помнить что при повышении температуры равновесие смещается влево в сторону эндотермической реакции происходящее с поглощением теплоты это касается того уравнения которое приведено на слайде на слайде показано уравнение образования аммиака мы видим что экзотермическая это прямая реакция эндотермическая это обратная реакция поэтому мы сделали вывод что равновесие смещается в данном случае влево если же мы будем понижать температуру в этой реакции то равновесие будет смещаться вправо в сторону экзотермической реакции так как обратная реакция у нас идет с поглощением тепла а теперь давайте разберем примеры задача один в какую сторону сместиться равновесие в системе 2со3 образуется 2со2 плюс о2 минус q при повышении температуры первое что мы с вами делаем определяем экзотермические реакции мы видим что прямая реакция идет с поглощением тепла поэтому она будет у нас эндотермическая обратная реакция идет выделением тепла поэтому она будет экзотермическая мы должны пользоваться правилом при увеличении температуры равновесие смещается в сторону эндотермической реакции при уменьшении в сторону экзотермической так как мы с вами повышаем температуру следовательно данной реакции равновесие будет смещаться вправо в сторону эндотермической реакции давайте посмотрим следующий пример дана система 2со2 образуется 2со2 плюс h2o плюс q опять у нас задание дано что мы должны повысить температуру в этой системе снова начинаем с того что определяем экзо-эндотермические реакции так как эта реакция идет с выделением тепла у нас написано плюс q то значит прямая реакция у нас будет экзотермическая следовательно обратная реакция будет эндотермическая опять используем правило что при увеличении температуры равновесие смещается в сторону эндотермической реакции при уменьшении температуры в сторону экзотермической так как мы повышаем температуру по заданию у нас дано значит делаем вывод что равновесие в данной системе сместиться влево в сторону эндотермической реакции теперь давайте рассмотрим изменение давления и химическое равновесие что вы должны помнить при выполнении таких заданий если речь задание идет об изменении давления то первое что нужно сделать это посчитать количество газов или объемов газов в уравнении слева и справа твердые вещества и жидкости считать не нужно давайте рассмотрим на примере у нас дана реакция co2 газ плюс углерод твердое вещество образуется 20 о газ минус q и так значит так как до реакции у нас есть одно газообразное твердое вещество то твердое вещество мы не учитываем при подсчете объемов газов по уравнению реакции углекислого газа у нас одна молекула или мы говорим один объем или один газ значит в левой части у нас один объем газа посмотрим правую часть 20 о стоит коэффициент 2 значит мы имеем две молекулы газообразного вещества либо мы можем сказать два объема либо два газа в правой части далее мы всегда должны использовать правило при увеличении давления равновесие смещается в сторону меньших газов или меньших объемов газов при уменьшении давления в сторону больших газов или больших объемов газов давайте рассмотрим на примерах и так в какую сторону сместится равновесие в системе 20 с плюс о2 образуется 20 о плюс h2o плюс q при изменении давления в системе первое что мы с вами делаем это подсчитываем объемы газа твердые вещества мы не учитываем так как цинк с сульфид цинка твердое вещество значит мы его в расчет не берем таким образом до реакции в левой части у нас с вами имеется одна молекула кислорода либо мы говорим объем один объем либо один газ правой части у нас с вами имеется оксид цинка это твердое вещество мы не учитываем и вода h2o это жидкое вещество мы тоже не учитываем таким образом мы делаем вывод что в правой части уравнения у нас газов нет значит теперь у нас с вами следующее условие мы увеличиваем давление для того чтобы сделать правильный вывод о том куда будет смещаться равновесие используем правило при увеличении давления равновесие смещается в сторону меньших газов при уменьшении давления в сторону больших газов следовательно мы делаем вывод что в данной системе равновесие смещается вправо в сторону меньших газов рассмотрим теперь на той же самой системе Другой вариант изменения давления – уменьшаем давление. Используем снова правило, при увеличении давления равновесие смещается в сторону меньших газов, а при уменьшении давления в сторону больших газов. Так как мы с вами уменьшаем давление, то равновесие в данной реакции будет смещаться в левую часть, так как там газов или объем газа больше. Давайте рассмотрим еще одну задачу. В какую сторону сместится равновесие в системе 2SO3 образуется 2SO2 плюс О2 минус Q при изменении давления? Итак, начинаем с того, что опять подсчитываем объемы газов до реакции и после реакции. До реакции у нас имеется 2SO3, то есть две молекулы газообразного вещества, либо два объема, либо мы можем сказать два газа. После реакции у нас есть два газообразных вещества, 2SO2 – это две молекулы, и О2 – это одна молекула. Суммируем и получаем, что после реакции у нас имеются три молекулы газообразного вещества, три объема или три газа. Опять используем то же самое правило, что при увеличении давления равновесие смещается в сторону меньших газов, при уменьшении давления – в сторону больших газов. Следовательно, делаем вывод, что в данной системе, если мы увеличиваем давление, то равновесие смещается влево, в сторону с меньшим объемом газов. Если же мы в этой системе будем, наоборот, уменьшать давление, то равновесие, естественно, будет смещаться в сторону с большим объемом газов, то есть вправо. Теперь давайте рассмотрим задачу, в которой нам нужно учесть изменение двух факторов – и температуры, и давления. Итак, в какую сторону сместится равновесие в системе 2SO3? Получаем 2SO2 плюс О2 минус Q при изменении и температуры, и давления. Опять начинаем с того, что мы подсчитываем объемы газов до реакции и после реакции. До реакции мы имеем две молекулы газообразного вещества, значит, у нас там два объема газа. После реакции мы имеем три молекулы газообразных веществ, то есть три объема газа. Итак, если мы будем одновременно повышать и температуру, и давление, то равновесие в системе будет смещаться следующим образом. Значит, для того, чтобы определить, куда сместится равновесие при повышении температуры, не забываем, что мы определяем, какая реакция является экзотермическая, какая реакция является эндотермической. В данном случае прямая реакция идет с выделением тепла минус Q, значит, она эндотермическая. Обратная реакция, следовательно, будет экзотермическая. Вспоминаем правило, что при повышении температуры равновесие в системе смещается в сторону эндотермической реакции. Значит, будет смещаться равновесие в сторону образования продуктов реакции, то есть вправо. Теперь мы повышаем давление. Значит, для того, чтобы определить, куда смещается равновесие при повышении давления, не забываем, мы должны посчитать объемы газов. Значит, в правой части у нас с вами три объема, в левой части у нас с вами два объема. Используем правило, что при повышении давления равновесие смещается в сторону с меньшими объемами газов, при понижении давления в сторону с большими объемами газов. Таким образом, так как мы повышаем давление, в данной реакции равновесие будет смещаться влево, в сторону, где объем газа меньше. Если мы будем понижать температуру, то, следовательно, равновесие будет смещаться в левую часть, так как это эндотермическая реакция. И при понижении давления у нас равновесие в данной системе будет смещаться в правую часть, так как там объем газов больше. Вот после того, как мы все это с вами выяснили, мы с вами можем выбрать оптимальные условия изменения температуры и давления, для того, чтобы максимально сместить равновесие данной реакции в сторону образования продуктов. То есть нам нужно смещать реакцию в правую часть. Для того, чтобы сместить равновесие в данной реакции в правую часть, одновременно нужно повышать температуру и понижать давление. Следующий фактор, который мы с вами тоже рассматривали на предыдущих уроках, это катализатор. Я хочу напомнить, что действие катализатора касается только ускорения химической реакции. Катализатор никоим образом не влияет на равновесие. Наблюдается просто одновременное ускорение и прямой, и обратной реакции, и система все равно остается в равновесии. Теперь давайте поговорим о влиянии изменения концентрации на химическое равновесие. Что мы должны помнить? Что при увеличении концентрации какого-либо компонента химической реакции система будет стремиться восстановить равновесие. То есть равновесие будет смещаться в сторону расходования добавленного компонента. Давайте рассмотрим, например, у нас дана реакция 2-цинк-С плюс О2, образуется 2-цинк-О плюс H2О. Мы можем изменять концентрацию за счет ее увеличения или добавления в систему. Например, будем добавлять воду в данную систему после реакции. Следовательно, мы с вами должны понимать, что в данном случае при увеличении концентрации одного из исходных продуктов равновесие будет смещаться в лево, то есть противодействовать нашему воздействию. Если же мы будем, наоборот, в этой системе увеличивать концентрацию одного из исходных веществ, например, цинк-С будем добавлять, то равновесие будет смещаться вправо, то есть в сторону образования продуктов реакции, согласно правилу, что равновесие смещается в сторону расходования добавленного компонента. Существует еще один способ изменения концентрации – это выведение или уменьшение концентрации либо продукта реакции, либо полученных веществ. Например, давайте на этой же системе, о которой мы только что говорили, рассмотрим, как при уменьшении концентрации будет изменяться равновесие. Например, будем выводить, отводить воду из данной системы, то есть уменьшать концентрацию воды. Тогда равновесие будет смещаться вправо. Почему? Потому что если мы пытаемся удалить какое-либо вещество из системы, то есть уменьшить его концентрацию, то система будет стремиться заполнить так называемое пустое место, которое мы создали. Если же мы будем уменьшать концентрацию одного из исходных веществ, например, мы будем отводить кислород, то равновесие в таком случае будет смещаться влево. Давайте вспомним еще раз такое понятие, как константа равновесия. Константа равновесия называется отношение скоростей прямой и обратной реакции. Для реакции типа А плюс Б плюс С плюс Д константа равновесия будет записана как отношение концентрации продуктов реакции к концентрации исходных веществ, с учетом, естественно, коэффициентов, которые переходят в степени. Например, давайте опять вспомним уравнение или реакцию получения аммиака. Для данной реакции константа равновесия будет записана как отношение концентрации аммиака в квадрате, так как в уравнении перед аммиаком стоит коэффициент 2, к произведению концентрации азота и водорода в третьей степени, так как в уравнении стоит коэффициент 3. Для чего мы это вспоминаем? Потому что константа равновесия – это количественная мера реакции для данного уравнения. Мы должны помнить, что если константа равновесия равна нулю, то прямая реакция не идет. Если константа равновесия стремится к бесконечности, прямая реакция идет до конца. Если константа равновесия больше единицы, равновесие сдвинуто вправо. Если константа равновесия меньше единицы, равновесие сдвинуто влево. То есть эта величина позволяет нам определить ход реакции. Давайте рассмотрим задачку. Дана реакция получения хлорид нитрозила. Вычислите константу равновесия. Если равновесные концентрации веществ для данной реакции, следующее – концентрация оксида азота двухвалентного – 1,8 моль на литр, концентрация хлора – 1,2 моль на литр, и концентрация хлорида нитрозила – 0,8 моль на литр. Исходя из уравнения реакции, мы вычисляем константу равновесия. Каким образом? Мы концентрацию хлорида нитрозила во второй степени делим на произведение концентрации оксида азота двухвалентного во второй степени, умноженное на концентрацию хлора. В результате мы получаем, что константа равновесия данной реакции при данных концентрациях веществ равна 0,164. Можно записать на 1,64 на 10 минус 1. Исходя из этого, мы можем сделать вывод. Константа равновесия меньше единицы, следовательно, равновесие в данной реакции смещено влево. Таким образом, мы с вами вспомнили основные принципы химического равновесия, факторы, влияющие на химическое равновесие, и рассмотрели на примерах, как мы можем пользоваться этими факторами для смещения химического равновесия. Теперь я вам предлагаю выполнить дома следующие задания. Первое задание. Среди приведенных реакций укажите те, в которых повышение давления смещает химическое равновесие вправо. Пожалуйста, сфотографируйте эти реакции или запишите. Второе задание. В какой из четырех реакций, которые приведены на слайде, больше всего сместится равновесие вправо при одновременном повышении температуры и понижении давления. И еще одно задание. Это небольшая задачка. При некоторой температуре константа равновесия процесса H2 плюс HCOH, получается H3COH, равна единице. Начальные концентрации водорода и муравьиного альдегида составляют 4 моль на литр и 3 моль на литр. Соответственно, какова равновесная концентрация метилового спирта? На этом наш урок закончен. Мы разобрали с вами основные вопросы, касающиеся химического равновесия и факторов влияния на него. Пожалуйста, выполните домашнее задание и сдайте его на проверку своему учителю. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»